Уже более 10 лет, в дни празднования православного Рождества, представители русских бизнес-кругов, общественных организаций, религиозные деятели, работники культуры и образования и известные спортсмены приглашаются на прием в ратушу, в самое главное здание и города, и страны. По мнению мэрии, за этим скрывается глубокий смысл, ведь в непростое для мира время так важно быть всем вместе, вне зависимости от национальности и вероисповедания, да и самой русской общине нужно больше сплоченности. Здесь на протяжении последних шести столетий принимали самых почетных горожан и гостей столицы, поэтому, на мой взгляд, естественно, что такой прием происходит именно в ратушах. Если говорить об историческом аспекте, то русские люди в Эстонии, русские люди в Таллине – это неотъемлемая часть истории и, опять же, многовековой истории. Впрочем, эта встреча, как сказал в своей приветственной речи вице-мир Таллина Тавиас, еще и возможность подвести итоги прошлого года и заглянуть в будущий. Директор Леномяйского русского лицея утверждает, что в этом году он пришел на встречу в более оптимистичном настроении, чем в прошлом. Нам сейчас дают второе здание, потому что мы стали уже задыхаться в своем здании. В этот период времени, может быть, за многие годы, нам не вручили, как вдруг, новую образовательную программу или новые правила игры. То есть этот год был со старыми правилами игры. Тем для обсуждений было немало. Прежде всего говорилось о том, что голос русской общественности должен быть слышен громче, в особенности в судьбоносных для общины вопросах. Некоторые гости приема также отметили, что потенциал русского населения используется не в полной мере. Тем не менее, именно по этому потенциалу был нанесен в минувшем году ощутимый удар в связи с закрытием в Таллинском университете модуля курса журналистики на русском. Очевидно, что теперь многие русские абитуриенты вынуждены будут искать другие возможности, чтобы обучиться журналистике на родном языке, преимущественно в России. Так что ряды даже будущей интеллигенции рядеют. Но в то же время профессор Таллинского университета убеждена, что русская интеллигенция в Эстонии существует, несмотря на все сложности. Этот вопрос, есть ли в Эстонии интеллигенция, и еще более радикальный ответ в Эстонии, давным-давно никакой интеллигенции нет, я слышу это лет 20. Вот с высоты своего возраста я могу сказать, что может быть даже и больше. Интеллигенция есть, она существует, у нас есть свой круг, если не знаем друг друга в лицо, то знаем друг друга по имени, мы окликаем друг друга, у нас есть перекличка голосов, это самое главное, я думаю, что мы выживем. Галерист Ольга Любаскина считает, что подобные приемы – одна из лучших традиций, сложившихся за последние годы, а для художественной общественности прошлый год был особенно удачным. Самое главное, нам удалось показать наших эстонских художников в Нью-Йорке, на арт-Нью-Йорке, на самой серьезной площадке в мире современного искусства. И, конечно же, у нас очень красивая выставка была в Петербурге, это музей истории Санкт-Петербурга, и было три международных выставок здесь, в Таллине, так что нам есть чем гордиться и радоваться за прошлый год. Словом, рождественский торжественный прием в столичной ратуше стал не только хорошей традицией собирать вместе важных для страны и города представителей интеллигенции, отмечать их значимость и заслуги, но и возможностью поговорить о насущных проблемах, которые затрагивает не только русскоязычных жителей, но и все эстонское общество. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Спасибо.